Это у него уже далеко не первый поход, то есть у него уже был определенный опыт, то есть он начинал втягиваться постепенно, то есть это были двух-трехдневные походы, то есть первый опыт в плане от палатки, потом был опыт многодневных походов, потом у него опыт и речных походов было, вот такой постепенно возрастающей сложности, это была очередная для него, очередная ступенька в этом развитии, и в этот раз он уже внес спокойно свой рюкзак, у него был рюкзак в среднем порядка 5 килограммов, то есть он его уже внес и вверх и вниз, может быть не всегда так быстро и так эффективно, как хотелось бы, но тем не менее, если раньше ему хотелось периодически с ним расстаться, что-то по крайней мере в этот раз он его уже честно всю дистанцию относил, поэтому это и для него как бы очередной плюс. Но по поводу похода, по поводу Ликийской тропы, я бы вот от себя хотел добавить два небольших замечания. Первый момент, это как бы по поводу организации, как всегда у Кирилла все было хорошо, все было взвешено, все было продумано и до похода, и во время похода. Это у меня третий поход с Аутлором, и как бы у меня как всегда остается только сугубо положительное впечатление. И второй момент, я бы хотел сказать именно по Ликийской тропе, то есть если сравнивать такие категории походов, как походы у теплого моря, вот у меня был опыт кримских походов, турецких походов и походов по Кипру. И вот мне кажется, что из вот этих вот трех мест Турция однозначно, пожалуй, самая интересная. Потому что, ну, она интереснее и Крыма за счет того, что есть горы более высокие, более суровые, то есть они больше похожи на горы, они более лесистые, то есть они оставляют более яркие впечатления, чем горы крымские. Ну и Кипр, при всем уважении, все-таки он какой-то более плоский, и он какое-то вот впечатление, вот он, Кипр оставляет какие-то менее яркие, чем Турция. Единственное, что, конечно, я бы всем рекомендовал, если идти в Турцию, то идти в Турцию вот в тот период, и вот отлично подходят майские праздники, когда уже достаточно тепло, и когда море уже теплое, но когда еще не жарко, потому что проходить ту же дистанцию по жаре было бы очень проблематично. То есть это было бы серьезным таким тормозящим фактором. А так, с одной стороны, можно было и идти спокойно, с другой стороны, и море уже было достаточно теплое, что можно... Ну, я не могу сказать, что он совсем уж зашкаливал так, потому что был как бы определенный опыт минимизации. То есть, ну что, у меня были мои вещи, была большая часть его вещей. У меня было два спальника, у меня была бы палатка. Палатку я бы нес в любом случае, так. То есть реально у меня прибавился вес спальника, еще одного, это самое большое, но и вес его вещей, ну, я думаю, что они весили намного меньше, чем спальник. Поэтому, в целом, как бы, если брать вот такой поход, как Эппийская тропа, там, где ожидаемый перепад температур будет не очень большой, и не надо брать по-настоящему теплые вещи, то в целом, как бы, ну, рюкзак не получается экстремально тяжелым, с учетом того, что несешь сам и несешь часть его вещей. Ну, теоретически, вообще, эти вещи надо перекладывать постепенно и рюкзак ребенка, думаю, я еще не рискнул. Это, пускай же Кирилл сам рассказывает, с его 11-летним, ну, опытом 11-летнего ребенка, сколько можно груза переложить на плечи ребенка из того, что он отнесет. В 9 лет пока что это минимум. Сейчас Сергею 9, начал он ходить походы, думаю, что ему было 7, а может быть, и 6 с хвостиком. Вот, первые многодневные, ну, многодневные у него походы были и в 7, и в 8, и вот теперь в 9. Так что, как бы, определенный походный опыт у него уже, именно, вот, организации походной жизни. Ходит он снова и туда, снова и снова, по ходу, ходит с удовольствием. Продолжение следует...